В самом последнем фильме Алекса Гарланда есть несколько смертей в заключении. Фильм разворачивается в будущем США, где происходит гражданская война и есть немало фракций. Одна сторона, западные силы, борется с лоялистскими штатами и собирается убить президента. Кирстен Данст играет Ли в гражданской войне. История рассказывает о военном фотографе Джоэле и отряде Сэмми, которые отправляются в гущу Вашингтона. Они присоединяются к западной стороне, возглавившей Белый дом и президента смерть Сэмми. И все то, что она видела, грозит вывести Ли на грань. Ли, Джоэл и Джесси входят с западной стороной в Белый дом. Когда начинается стрельба между секретной службой и западными силами, Джесси решает взять инициативу, чтобы выстрелить. Чтобы спасти ее, Ли бросается к ней. Джоэл убеждает президента сказать последние слова перед смертью после захвата, Джесси снимает его на камеру в эти минуты. В конце гражданской войны Ли и президент США погибают. В течение всей войны Ли стремится защитить Джесси от ужасов, которые ее ошеломили. Но ближе к концу фильма Ли отдает жизнь, чтобы предотвратить убийство Джесси. Джесси вечно запечатлевает уход Ли в ее фотографиях, что намекает на связь с военным фотографом. Когда Ли стирает изображение мертвого Сэмми с ее камеры, вот Джесси в самом начале ее фотокарьеры. Военная зона рядом с Белым домом все обострила, а потеря Ли своего наставника изменяет ее. Джесси выдохлась отдачей всех сил на протяжении лет, а потеря Сэмми открывает для нее реальную цену труда. Ли вступает, чтобы спасти Джесси. Чтоб новый военный фотограф выжил до свержения президента силами Запада, Ли прыгнула перед Джесси. Несмотря на цинизм, Ли понимала важность работы. Она не хотела, чтоб Джесси умерла в детстве. Солдаты сил Запада убивают Ника Оффермана, президента США. Последние слова «Не убивайте меня, пожалуйста», достойно эксклюзива Джоэла. Так окончился его президентство. Конец гражданской войны не ясен. Ли добралась до Вашингтона, первая получившая цитату президента. Пусть она не дожила до падения президента. Что ждет США после успешной операции западных сил? Задача Запада выполнена, президент свержен. Когда фильм Гарленда кончился, их будущее неизвестно. Отделившиеся Техас и Калифорния руководили западными силами, разделенными политически. В гражданской войне они преследовали общую цель – свергнуть президента-фашиста. С реализацией намерений будущее США туманно. Возможно, западные силы реинтегрируются в США. Калифорния и Техас могут занять противоположные политические позиции, но это займет больше времени. Будущее США под вопросом из-за смерти президента. Вероятно, у западных сил будет командир, что может спровоцировать новую войну. Результат действий западных сил делает их мощной стороной, могущей повлиять на другие группы и будущее США, независимо от обстоятельств. Политика окончания гражданской войны также неоднозначна, как и ее причины. Президент США был убит западными силами, чтобы завершить гражданскую войну. Однако это не объясняет, как будет развиваться страна после. Есть упоминания о нарушении президентом Конституции. Но фильм в целом погружает зрителей в самую гущу борьбы, не выясняя, когда и что вообще начало гражданскую войну. Однако решение не ясно, ведь неизвестно, что будет после этого. Вероятно, Гарланд хотел, чтобы все осталось таким образом, так как политика в гражданской войне также плохо определена. Все это настолько запутано, что можно понять, что происходит, но недостаточно, чтобы сделать выводы. Окончание гражданской войны оставляет зрителей с большим количеством вопросов, чем ответов. В ролике нет информации о намерениях западных сил после смерти президента, несмотря на ненависть к нему и желание убрать его за фашистские убеждения. Непонятно, как будут выглядеть Штаты в будущем. Гарланд дает зрителям самим додумывать, что может произойти, а что нет. Близится гражданская война в Альянсе Флориды и Лоялистских штатах. Большая часть фильма посвящена западным силам гражданской войны из-за их личной неприязни к президенту. Упомянут Альянс Флориды в начале фильма, но неясно, какие взгляды Альянса на конфликт и как поддерживают западные силы. Окончание гражданской войны не является информативным относительно дислокации армии лоялистов и Альянса Флориды. Увидев, как западные войска шли в Вашингтон, стало ясно, что лоялисты сдались, оставив президента без защиты. Они, вероятно, ушли из-за столицы и прекратили войну. В одной из новостей гражданской войны журналист подтверждает, что флоридский Альянс был оккупирован, закончив восстание в Каролинах. Также на карте Альянса из фильма «Гражданская война» изображена новая народная армия, состоящая из северо-западных штатов, как Орегон. Но фильм «Гражданская война» на этот регион страны не сосредоточен. Поэтому из-за господства западных войск и их мощи невозможно унать, что они на самом деле замышляют.